Габриэль, студент из Англии, внимательно вчитывается в предложенный текст, чтобы не упустить смысла. Русский язык он учит два года, пока он трудно дается ему, но британец любит ставить перед собой сложные задачи. Это очень трудно, но я люблю это, потому что это очень трудно. Каждый раз я выучу что-то новое, я хочу выучить следующую вещь. А в другой группе ребята с продвинутым уровнем знания русского языка. Для них преподаватели подготовили задания сложнее. Иностранные студенты разбирают не только языковые инструменты, но и тонкости русской культуры. Уроки мне очень понравились. Мы изучаем русские фильмы, русские книжки, старые и также современные. И это очень интересно. Для ребят продвинутого уровня мы смотрим сейчас отрывки из разных экранизаций Гоголя. Для ребят начинающих мы смотрим, например, Яралаш. И параллельно мы решаем не только вопросы русского языка, но и параллельно мы решаем такие достаточно сложные теоретические вопросы. Ну, например, как возникает смех в литературе. Всего в двухнедельной школе на базе Самарского университета участвуют 28 иностранцев. Программа школы выходит и за пределы вуза. Для студентов проводят экскурсии по достопримечательностям города. Еще одну делегацию преподавателя ждут в середине августа. А также рассчитывают, что в скором времени наши ребята смогут посещать такие школы в Польше, Великобритании и Тайване. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.